Здравствуйте! В эфире передача «Дежурная часть». В данном выпуске заключен под стражу подозреваемый в совершении квартирных краж. Молодые люди, хранившие при себе наркотическое вещество, привлечены к ответственности. В Сергилийском районе установлены личности граждан, подозреваемых в мошенничестве. Похитивший колеса от автомобиля мужчина задержан. Кражи из квартир чаще всего происходят из многоквартирных домов, где соседи могут не заметить злоумышленников, проникших в соседнюю квартиру. Преступники выбирают квартиры, хозяева которых в дневное время находятся на работе или уезжают в отпуск. По сообщению, поступившему из Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзулукбекского района, неизвестные, проникнув в квартиру через шахту, похитили телевизор, телефон, золотые украшения и деньги. Благодаря принятым мерам преступление было раскрыто по горячим следам. По факту кражи на место преступления выехала следственно-оперативная группа. Были изучены записи с камер видеонаблюдения и изъятые отпечатки пальцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в преступлении. Ранее судимый 27-летний Тимур вскоре был задержан в Алмазарском районе. Я проходил мимо 44-го дома со своим другом Джагитяном Артемом. И мы увидели то, что в квартире никого нет. Окна закрыты были все. Мы пошли, постучались в квартиру, нам дверь никто не открыл. Мы залезли через подвал, через шахту-проем. Попали в квартиру. Подъезд был без кода. И подвал был открытый. В ходе предварительного следствия было установлено, что гражданке Яне Витальевне был нанесен материальный шерп в размере 144 миллионов сумм. В ходе следствия Тимур рассказал еще об одной краже, совершенной в данном районе. После этого у нас новый эпизод на Карасу-1. Мы совершили преступление на первом этаже также. Взломали решетку и залезли в квартиру. Тоже искали деньги, ценности там. Как мы не нашли, мы вывезли оттуда холодильник, стиральную машинку, газ плиту, компьютеры. Мы залезли туда ночью, а все это вывезли утром. После Тимур и Артем продали украденное скупщику за 1 миллион сумм и 300 долларов США. В отношении Тимура, являющегося рецидивистом, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе предварительного следствия было установлено, что 27-летний Тимур имеет причастность к данному происшествию. Он был привлечен в качестве обвиняем по данному делу и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предварительное следствие продолжается и проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. На данный момент причастный к совершению данного преступления мужчина объявлен в розыск. Уважаемые жители и гости Ташкента, если вы располагаете сведениями о местонахождении ранее судимого Джагитяна Артема Николаевича 1994 года рождения, просим сообщить по номеру 102. Заранее благодарим за содействие. В свою очередь ГУВД Ташкента рекомендует жителям многоквартирных домов установить надежные замки на дверцы шахты в квартире. Также рекомендуем закрывать дверь подвального помещения на замок и установить кодовый замок на входную дверь подъезда. Будьте бдительны! Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов, либо желающих попробовать что-то новое. Но цена такого искушения оказывается слишком высокой, как для употребляющих, так и для реализующих. Интерес к неизведанному порой побуждает молодежь к совершению необдуманных поступков. Так, получившие рассылку в Телеграм молодые люди решили впервые попробовать запрещенные средства. В ходе беседы они рассказали, где и как приобрели наркотическое вещество. 17 или 18 числа мне на мессенджер Телеграм пришло сообщение от аккаунта Пабло Эскобар. Зайдя в него, я увидел прайс-лист, там были фотографии и ценники. Наименования товаров не было. Я изначально удалил чат с ним, так как мне стало не по себе. Я впервые видел такие сообщения. Я удалил его. И кажется, на завтрашний день или же через несколько часов это сообщение пришло моему другу. После увиденного сообщения мы подискусировали с ним и пришли к общему решению просто попробовать. И попросили у него самый слабодействующий и самый дешевый наркотик. Я со своим другом. Обдумывали это дело и решили заказать 19 числа, оплатив через карту. Через примерно 20-25 минут он скинул нам локацию с картинкой, со стрелочкой указанной, где лежит эта вещь. Это было на улице Новои, городический район. Сзади столба, там лежали камни. Мы отодвинули камень, увидели там тысячу сумму купюру и крышку. Потом мы вернулись обратно домой, смастерили бутылку. Он сказал смастерить. Как? Потому что мы не знали. Он сказал, посмотрите в интернете. В интернете полный обзор этих вещей есть. Затем молодые люди направились в Ташкен, в компьютерный клуб, взяв с собой наркотическое вещество и пластиковую бутылку. Примерно в 2 часа ночи к ним подошли представители правопорядка. В ночь с 19 на 20 июля в ходе обхода в веренной территории сотрудниками ГУВД были задержаны двое молодых людей, вызвавших подозрения. Они были доставлены в отдел внутренних дел. В ходе осмотра в присутствии понятых у них обнаружили и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения, которое было направлено на экспертизу. Согласно заключению, изъятым веществом оказался гашиш. Следственным отделом Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирабадского района в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. По итогам следственных мероприятий будет принято законное решение. Уважаемые граждане, помните, только совместными усилиями можно предотвратить распространение и сбыт психотропных и наркотических веществ. Уберегите своих родных и близких от употребления наркотиков. Некоторые наши граждане, желая быстро и легко приумножить свой доход, совершают умышленные преступления, одно из которых произошло в Сергийском районе столицы. Далее подробнее. В целях обеспечения законности и правопорядка сотрудниками ГУВД Ташкента ежедневно ведется работа по пресечению правонарушений. Так, благодаря оперативным действиям сотрудников, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Дежурную часть Управления координации деятельности органов внутренних дел Сергийского района поступило сообщение о том, что неизвестные сняли и похитили с автомобиля «Спарк» государственные номерные знаки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 227 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Вскоре в результате принятых мер подозреваемые были задержаны. Как оказалось, злоумышленники завладели номерными знаками для того, чтобы осуществить следующее преступление. В ходе следствия они рассказали, при каких обстоятельствах у них зародился данный коварный план. Когда мы с ребятами ехали из Андижана в Ташкент, то попали в ДТП. Я стукнул свою и другую машину и должен был отдать за ремонт 3,5 миллиона сумм. Но таких денег у меня не было. Тогда Умит предложил быстро и легко заработать. Он сказал, что надо найти лишь номерной знак. Мы составили план. Наблюдали за машинами во дворе на массиве Сергили-6. Я снял номерные знаки со «Спарка», оставленного на стоянке у дома. Умит наблюдал за ситуацией. А Эльер ждал нас в машине. В целях присвоения себе ценных вещей и дальнейшей их продажи, молодые люди, сменив номерные знаки, направились в Челандзарский район. Аброр сменил номерные знаки на своей машине. И мы поехали в Челандзарский район на стоянку, откуда люди отправляют почту. Мы взяли для передачи телефон и перфоратор. Телефон мы должны были оставить в Кашкадаринской области, а перфоратор доставить в Андижан. Но мы этого не сделали. Момер на авто сменили. Телефон отдали в залог за ремонт машины. Перфоратор выставили на продажу через сайт OLX. Когда мы встретились с продавцом, нас задержали. Мне надо было отправить телефон. Я пришел на стоянку. Договорился. Дал номер человека, которому надо было доставить телефон. Я сфоткал их машину и был уверен, что все будет хорошо. Но телефон они так и не передали. На звонки не отвечали. Тогда я обратился с заявлением в органы внутренних дел. И их нашли в течение одного дня. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 168 «Мошенничество» и 227 «Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие государственных номерных знаков автомототранспортных средств Уголовного кодекса Республики Узбекистан». Следственные мероприятия продолжаются. В свою очередь, ГУВД Ташкента рекомендует не передавать посылки или денежные средства через незнакомых людей. Воспользуйтесь услугами официальных представительств почтовых переводов. Будьте бдительны. Кража – одно из самых распространенных преступлений. Оно наказывается штрафом, общественными или исправительными работами, арестом, ограничением либо лишением свободы. 13 июля на номер 102 поступило сообщение от 27-летнего Даврона. Мужчина сообщил о том, что ночью неизвестный снял и похитил 4 колеса с его автомобиля Лос-Эти Джентра. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Выехавшая на место следственно-оперативная группа изучила записи с камер видеонаблюдения. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 30-летний Бабур, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Вскоре он был задержан. Я занимаюсь частным извозом. Как-то проезжая по улице, я заметил машину Джентра, четвертая позиция, и решил снять колеса. Приехал ночью, вокруг никого не было. С помощью ключа я снял сначала два колеса с левой стороны, а потом с правой. Машину поставил на шлакоблоки. На это у меня ушло минут 40. После погрузил все в свою машину и отвез домой. Я хотел продать их, но не решился. Через пару дней меня задержали. В ходе осмотра у него дома были обнаружены и изъяты украденные колеса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В свою очередь ГУВД Ташкента просит владельцев машин не оставлять транспортное средство без присмотра. Будьте бдительны. Сотрудниками службы пробации ГУВД города Ташкента регулярно оказывается практическая помощь в социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений. В частности, особое внимание уделяется вопросу их трудоустройства. Сегодня в нашей стране принимаются необходимые меры по нравственному исправлению и социальной адаптации осужденных. Растет роль и значение ярмарок и вакансий, проводимых в районах. Так, по инициативе службы пробации совместно с представителями службы содействия занятости населения в Челандзарском районе было организовано очередное такое мероприятие. Основная цель – решение вопросов трудоустройства поднадзорных лиц. В нем приняли участие представители различных предприятий, фирм и государственных учреждений. Посетители ярмарки получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Сегодня ярмарку труда посетило 68 человек, состоящих на учете. Из них 26 человек получили направление на работу. Со стороны службы пробации, представителей третьего сектора и районного центра содействия занятости населения регулярно оказывается помощь в трудоустройстве не только лицам, освобожденным из исправительных учреждений, но и гражданам, проживающим на территории сектора, в том числе неорганизованной молодежи. Стоит отметить, что представленные вакансии предлагаются в зависимости от места проживания лиц, находящихся на испытательном сроке и отвечающие требованиям службы пробации, а также исходя из интересов граждан. В ходе ярмарки временно безработные граждане были трудоустроены в выбранную ими сферу. Сегодня нас пригласили на ярмарку труда. Здесь представлены различные вакансии. Я выбрал для себя три направления, которые мне нравятся и то, что соответствует моей специальности. Подобные мероприятия продолжаются и в других районах столицы. Уважаемые жители и гости Ташкента, Напоминаем, не стоит оставлять ключ в замке зажигания, а в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи. Будьте бдительны! Субтитры создавал DimaTorzok На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новостей, а также телеграм-канал начальника ГУВД Ташкента. Берегите себя и близких! Органы внутренних отделов обратился предприниматель. Уважаемые граждане, просим оказать содействие в розыске под избиранием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова